МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, чем полезны такие игры? Проиграть не хочется. Начинаешь реально думать. Странно, да? На дороге ставки в разы выше, но мы так привыкли к каким-то повседневным маневрам, что уже почти не помним о связанных с ними рисках. Например, обгон. Не путать с опережением. Обгон только с выездом на встречку. Все остальное – опережение, и оно гораздо безопаснее. А вот обгон – один из самых опасных маневров на дорогах общего пользования. Столько факторов надо учитывать, причем некоторые из них на реальной, неигрушечной дороге предсказать просто невозможно. Но даже если тебе обгон удался, целесообразность этого обгона все равно под большим вопросом. Сегодня мы решили разобраться, да когда же в самом деле у нас есть повод для обгона. Что, друг, торопишься или бесит, когда все вокруг тупят? Да они что, там уснули все. И вот ты думаешь, что у тебя есть стопудовый повод для обгона? Обгон запрещен, если транспортное средство впереди тоже совершает обгон или собирается поворачивать налево. Вот как раз об этом наш фильм. Если по завершении обгона ты не сможешь безопасно для всех вернуться в свою полосу. Давай сразу расставим точки над И. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках, если твоя дорога не главная. Сегодня мы не говорим о том, когда обгон запрещен. Запрещен от слова запрещен. Это закон и по-другому быть не может. Запрещен на пешеходных переходах и железнодорожных переездах. В тоннелях, на мостах, эстакадах и поднями. Запрещено всем, бро. Ничего личного. В конце подъема, на опасных поворотах и везде, где видимость ограничена. Давай лучше поговорим о дорогах, где нет знака «Обгон запрещен». И разберемся, как, когда, а главное, зачем обгонять. Всем привет! В моем личном рейтинге самых бесполезных действий на дороге на первом месте стоит обгон. На втором это истерично посигналить в пробке. Ну, а на третьем поливальные машины в дождь. Но я отвечаю, обгон в городе – самый бессмысленный маневр. Нет таких ситуаций, в которых якобы выигранные секунды стоят штрафов, потраченного топлива и бог весть каких последствий. Но знаете, в чем самый главный облом? Светофор. То есть ты выиграл 5 секунд просто ради того, чтобы простоять их на светофоре. Все твое выигранное преимущество вжух и нету. Или вот, например, автобус. Собирается заехать в карман. Не нужно пытаться его обогнать, даже если вам не нравится тащиться за ним, пока он сбавляет скорость. Вот заедет в карман, тогда спокойно и объедет. И даже после этого не стоит нажимать газ в пол. К автобусу могут бежать пассажиры. Вообще город – это живой организм. В нем все время что-то происходит. Как эффект бабочки, ты просто не можешь все предусмотреть. Вот чувак впереди еле тащится. Так и хочется взять его и обогнать. Но столько всего может случиться. Или собака выскочит под колеса, или припаркованная машина вдруг поедет. Да и просто дверь кто-то может открыть. Пешеходы имеют свойство браться из ниоткуда. Детей за машинами вообще не видно. В общем, оно нам надо? Не надо. Раз уж мы заговорили о детях, для родителей закон очень простой. Если нет автокресла, ребенок идет пешком. Раз уж мы детей пристегиваем, значит понимаем, ремень безопасности не для красоты нужен. Это я к тому, что и сами не забывайте. Сели в машину, пристегнулись. На этой ноте мы с вами выезжаем за город. Здесь свои нюансы, но я пристегнут. И на бессмысленный и беспощадный обгон выходить не собираюсь. Чего и вам желаю. Совет для загородной жизни. Чем правее, тем безопаснее. Держимся правее, пропускаем торопящихся. Например, вот эту машину. Да, пойти на опережение и оказаться в крайнем левом ряду за грузовиком – это не везение. Он сто пудов скоро остановится, чтобы повернуть налево. Не так много ситуаций, почему он может тут находиться. Потому что вообще-то его место в правом ряду, с его, так сказать, весовой категорией. Тем более в такую погоду. А есть еще товарищи, которые бесят абсолютно всех на любой трассе. Обочечники. Этих людей не парят, что существует поворот направо. Или что по обочине может кто-то идти. Да и вообще, это какая-то извращенная попытка объехать пробку, при этом ее усугубив. Но кроме этих ребят, есть еще куча факторов, которые создают повышенный риск. И если о нем предупреждают правила дорожного движения, стоит прислушаться. Например, не нужно начинать обгон, если впереди. Въезды и съезды. Примыкание дороги. Приближение к пешеходному переходу. Крутой спуск или подъем. Или опасный поворот. Скользкая дорога. Населенный пункт. Боковой ветер. Плохая дорога. Битое-перебитое покрытие или ям. Ну просто потому, что представляете, сколько всего надо учесть. Неожиданное появление пешеходов, велосипедов, животных, да кого угодно. Или ночной обгон, когда фары сливаются и вообще непонятно, насколько далеко машина на встречке и как быстро она движется. Я понимаю, правила дорожного движения не запрещают обгон при приближении к таким местам. Но знаете, включать мозги они тоже не запрещают. Поэтому включайте и думайте. Привет! Мы же с вами против наглости и бескультуре на дороге. Поэтому сегодня на своей шкуре будем пробовать вежливый и безопасный обгон. Это же не просто на газ давить. Это целая куча этапов. КОНЕЦ Этап первый. Впереди тихоход. Я хочу его обогнать и думаю, насколько это целесообразно. Потом, соблюдая дистанцию минимум в 3 секунды, начинаю разведку. Смещаюсь к центру и осматриваюсь. Тут нужно убедиться, что обгон на участке не запрещен. Зимой это бывает непросто. Разметку-то не всегда видно. Так, смотрим, все ли чисто. Встречных машин нет. Нас никто обгонять не собирается. Тихоход не поворачивает. Перед ним достаточно места, чтобы безопасно вернуться в свою полосу. Состояние дороги не пугает. Включаем поворотник и ждем отклика от обгоняемого. Можно еще ему подмигнуть. Он не возражает. Еще раз смотрим в левое зеркало. Все чисто. Идем на обгон. Разгоняемся мы, внимание, в своей полосе. Чтобы как можно меньше времени провести на встречке, нужно сократить дистанцию максимум до 2 секунд. Не забываем держать разумный боковой интервал. Чем больше обгоняемый автомобиль, тем больше интервал. Ехать идеально на 10-20 км в час быстрее, чем обгоняемый автомобиль. По встречке мы движемся с постоянной скоростью и до тех пор, пока наш обгоняемый автомобиль не станет виден в зеркале полностью, вместе с колесами. Это значит, что пора возвращаться в свою полосу. Включаем правый поворотник. Опять же, мы не хотим никого подрезать. Так что плавно, спокойно, без резких движений. Между вами и тем, кого вы обогнали, должна быть дистанция. Увидели в правом боковом зеркале обгоняемый автомобиль целиком, можно возвращаться в свою полосу. Ну и скорость, разумеется. Надо снижать постепенно. Спасибо, друг. Мы же все в одной лодке. Если вас кто-то собирается обгонять, а вы видите, что обстановочка так себе, предупредите его об этом левым поворотникам. Например, вот так. То есть, если перед вами больше груз, вы собираетесь идти на обгон, а он включает левый поворотник и держится в центре, послушайтесь его. Он что-то знает. А если он, наоборот, приглашает вас на обгон, включив правый поворотник и прижавшись к обочине, спасибо ему на самом деле. Но все равно стоит подумать, может, тебе и не хватит разрешенного участка для обгона и придется возвращаться в полосу через сплошную. А это попадос. Или он не разглядел встречную тачку. Ответственность на тебе, а не на нем. В общем, это такие простые лайфхаки, которые очень мощно снижают риски в пути. Надеюсь, вы ими пользуетесь. Или теперь начнете. Гарантировать успешное окончание любого маневра на дороге практически невозможно. Слишком много факторов не зависит от тебя. Поэтому даже самый опытный водитель должен уметь пользоваться инструментами страхования. Не люблю быть пассажиром, но иногда приходится. И в таких случаях хочется знать, из чего вообще складывается твоя безопасность и на что стоит обращать внимание. Давайте разбираться. Во-первых, кто угодно заниматься перевозкой людей не может. Нужна лицензия. Если она у вас есть, то будьте добры каждый день проверять состояние ваших машин, не говоря уже о соблюдении правил эксплуатации. Билеты на такие рейсы можно купить только в автокассах. Пассажиров ровно столько, сколько мест в автобусе. А мест столько же, сколько ремней безопасности. Это как закон сохранения энергии. Никаких исключений. Пассажир на своем месте, на котором, к слову, должен быть номер. А багаж на свое. Никаких отклонений от маршрута. Остановок в неположенном месте. Все должно быть четко и по расписанию. Ну и с дверьми все ясно. Закрыл – можно ехать. Остановился – можно открывать. Наш водитель соответствует описанию и выглядит бодряком. Это важно. Мало того, что на такую работу берут только опытных профессионалов, так еще и за их трудовым режимом надо следить очень внимательно, как и за исправностью самого автобуса. Короче, сломаться не имеет права ни тот, ни другой. На маршрутах более 500 километров водителей вообще должно быть двое. Уже через 6 часов за рулем реакция становится хуже, и поэтому важно вовремя сменить друг друга. И сколько бы водителей не было, главное, конечно, неизменно соблюдать правила дорожного движения. В общем, друзья, безопасных вам поездок. А лайфхаки будут? Да запросто. Не забывай про поворотник и про зеркало заднего вида. Там много интересного обычно показывают. Включай голову и всегда думай, есть ли вообще какой-то смысл в опасных маневрах на дороге. Спойлер – нет никакого смысла. На дороге решают взаимодействие и взаимопонимание. Да и не только на дороге. Дорожные знаки и разметка – это руководство к действию, а не пожеланию. Даже если запрещающих знаков нет, есть куча факторов, которые надо учитывать. И, пожалуйста, давайте как-нибудь без хамства. И на дорогах, и в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова